Мурманчанам, находящимся в трудной жизненной ситуации, администрация города компенсирует затраты на приобретение приставки антенны для перехода с аналогового на цифровое эфирное телевещание. Для получения выплаты необходимо лишь предоставить кассовые товарные чеки и подтвердить право на льготу. Переход с аналогового вещания на цифровое – такой же важный шаг в развитии технологий, как и переход с черно-белого телевидения на цветное. И если когда-то было нужно менять телевизор, то сейчас достаточно просто приобрести специальную антенну и приставку, если в последней есть необходимость. Чтобы минимизировать затраты граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, при переходе на новое оборудование администрации города Мурманска принято решение оказать материальную помощь. Напомним, что абонентам кабельного телевидения дополнительные устройства не нужны. Операторы уже давно перешли на цифру. Те абоненты, которые сегодня работают с кабельными провайдерами, у которых кабельное телевидение, они сегодня уже работают в цифровом формате. И понятно, что им никакие манипуляции по переходу на цифровое вещание делать не надо. В столице Заполярья также сформирован отряд волонтеров, которые будут помогать подключить приставку и перенастроить телевизор. В целях безопасности у добровольцев будут отличительные знаки. Удостоверение городского волонтера, бейдж и куртка со специальной символикой. Перенастройка телевизора не занимает более получаса. Принимать документы и осуществлять данную выплату будут специалисты Комитета по социальной поддержке, взаимодействуя с общественными организациями и делами молодежи администрации города Мурманска. Прием документов будет осуществляться в понедельник, в среду и в пятницу, в три приемных дня. Для возмещения стоимости приставки или антенны необходимо предоставить кассовые и товарные чеки и документы, подтверждающие право на льготу. За предоставлением компенсации жители могут обращаться в администрации округов, получить дополнительную информацию и оставить заявку можно по телефону, указанному на экране.